И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Твикли, и сегодня, ребята, я продолжаю снимать свою жизнь в этой деревне Майнкрафта, ребята, и сегодня финальный выпуск, ребята, про костюмы супергероев. Да, дорогие друзья, мы наконец-таки подобрались к финальному костюму, именно костюму Колосса. Я прошел очень много других костюмов, мы рассмотрели практически все костюмы, которые у нас были, и осталось у нас только один. Это костюм Колосса. Друзья, понравится ролик? Ставьте лайк, а также, ребята, давайте на этом видео, в честь финального видео про супергероев, наберем 300 лайков. Да, ребят, я вас попрошу набрать целых 300 лайков. Сможем мы это или нет, мы узнаем. Я, ребята, в вас верю, я знаю, что вы у меня очень крутые подписчики, поэтому вы без труда наберете эти лайкосы. Так что, ребята, давайте все быстренько сейчас ставим лайки, и я тогда пойду тестировать костюм Колосса. Давайте, ребята, думаю, 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, мы успели поставить лайк, если нет, то перемотать видео, попробуйте еще раз. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы будем тестировать, как я уже сказал ранее, костюм Колосса. Колосса это очень известный персонаж Marvel, все его, думаю, знают по фильму Дэдпул. Те, кто смотрели Дэдпул, кстати, ребят, ставьте лайк. Также в этом году вышла вторая часть, где также был Колосс. Вот, дорогие друзья. Также, ребят, хочу сообщить очень важную новость. На следующей неделе видео будет выходить не каждый день, как на этой, потому что я уезжаю. И я сниму где-то видео 5, и они будут выходить, наверное, через день, потому что я не смогу сейчас записать все 7 видео, чтобы они выходили каждый день. Поэтому, ребят, на следующей неделе видео будет выходить немного пореже. Я думаю, что уже стоит идти в нашу лабораторию. И да, ребят, кстати, на улице стало действительно очень холодно, уже у нас реально так похолодало. Вот, ребят, напишите в комментариях, похолодало ли у вас в городе, потому что у нас в деревне вообще уже очень-очень, ребят, холодно. Я думаю, что стоит мне скоро менять мой скин на такой осенний или даже зимний. Так что, ребят, напишите в комментариях, вы не против такой идеи, чтобы я поменял свой скин на осень и на зиму, чтобы он был у меня такой теплый в шапке, чтобы как бы мой персонаж не замерз, вот. И так что, ребят, напишите в комментариях, как вам такая идея, чтобы я поменял свой скин на такой более зимний, более северный. Что ж, дорогие друзья, мы уже спускаемся с нашего лаборатория, и вот наш финальный костюм, ребята. Мы подобрались к нему спустя целых шесть костюмов, ребята, и это был достаточно долгий путь. Мы опробовали и костюм Флэша Резан Человека, и обратно Флэша, и Бэтмена Черной Пантеры, и Человек Муравья. И, наконец, ребят, мы подобрались к финальному костюму Колосса. Да, ребят, после его испытания, я не знаю, буду я снимать такую рубрику в Майнкрафте, как Супергерои, но если вы на этом видео наберете 300 лайков, достаточно за маленькое время, то я буду снимать дальше рубрику про Супергерои в Майнкрафте. Что ж, я думаю, что нам уже стоит надеть этот костюм, и, ребята, перед тем, как я его надену, я хочу вам сказать кое-что. Этот костюм, он немного отличается от других. То есть, во-первых, то, что он полностью состоит из металла. То есть, ребят, этот костюм невероятно тяжелый. А второе, вы сейчас сами увидите, почему он отличается от других. Да, ребят, я становлюсь высотой в три блока. Ребят, я просто становлюсь в два раза больше, посмотрите. Что это за жесть? Теперь я просто, вот по сравнению с обычным игроком в Майнкрафте, вот, посмотрите. Просто я как два таких игрока, даже как три, наверное. Ребят, это невероятно. Мы даже не пройдем наш проход, видите, мы вообще никак не сможем пройти так, мне надо по двери попасть теперь. Ребят, просто мы размером в три блока. Смотрите, меня даже селфи-камера не может записать. Вот, моя голова в Одессе, смотрите, что... Капец, я сквозь текстуру аж проваливаю. Теперь вы поняли, чем отличается от других, и посмотрите, ребята, как мы можем прыгать. Видите это? Видите, как мы быстро в лаборатории перемещаемся? И, ребята, я боюсь, что нам нужно срочно сюда уйти, потому что вот я одним неловким движением могу сломать целый мой компьютер. Просто посмотрите, насколько мы большие стали. Мы просто огромные. Что ж, дорогие друзья, давайте мы снимем этот костюм, и когда мы его снимаем, то нам немного наносится урона. Поэтому я взял с собой еду, чтобы восстанавливать его. Так, ребят, мы поднимаемся наверх, и уже думаю, что стоит надевать костюм именно там, потому что если мы наденем вот на этой лестнице, то нас зажмёт просто среди блоков, или мы проломаем своей головой сидит потолок, потому что, ребят, ну, согласитесь, костюм действительно очень-очень большой. Так, ребят, поднимаемся наверх, и для вас я подготовился на такой маленький сюрпризик, можно сказать. Так, погнали, сейчас вам кое-что покажу. Так, бежим, как всегда, на нашу поляну испытаний, так сказать, потому что тут я испытывал большинство костюмов, и думаю, вы уже видите, что это такое, ребят. Я построил мини-арену для борьбы. Ой, ой, ребят, стреляют, стрельба, стрельба, меня стреляют, ребят, опять эти бандиты. Так, всё, я думаю, что стоит применить наш костюм. Иди сюда, ты. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Ты чё? Мы его убили с одного удара, ребята. Капец, посмотрите. Это те же самые бандиты, что в прошлых частях. Ребят, просто жесть. Так, что я хотел сказать вам, ребят. Я построил вот такую вот... Опять бандит. Да вы задолбали меня. Эй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо, получи. Так, всё. Так, колосс покушает сейчас. Так вот, ребят, я построил вот такую вот арену, ребята. И в этой арене я буду драться с настоящими мобами. Я сюда засажу около десятка зомби, возможно, и других мобов, возможно, и скелетов. И мы посмотрим, как они будут с нами сражаться. Как раз-таки сейчас наступает ночь. Я не могу выбраться. Так вот. Как раз-таки сейчас наступает ночь, ребята. И мы будем в костюме колосса драться с очень большим количеством различных тварей. Так что, ребята, думаю, вам понравится. И вот одни из способностей колосса. Во-первых, вы видели то, что я убиваю некоторых бандитов, которые живут там вот в лесу, с двух ударов или даже с одного, ребята. Также посмотрите на мои прыжки. Они, конечно, не такие крутые, как у Черной Пантеры, но тоже, ребята, достаточно классненькие. Но у Черной Пантеры мне прыжки понравились гораздо больше. Вот. Также посмотрите на наш скин. Мы теперь стали настоящим железным воином. Просто, ребята, это очень классно. И уже наступает ночь, а значит, то, что скоро будут спауниться мобы. Я думаю, то, что они вот тут у нас заспауниться. Если нет, то я, наверное, возьму из креатива призывалки и поставлю туда мобов. Потому что я очень хочу на этой арене с ними подраться. Так что, ребята, давайте я подожду, пока они заспауниться. Или же сам их заспауню, и мы продолжим. Итак, ребята, мы продолжаем. И вы слышите уже эти звуки этих монстров. И посмотрите, я здесь задела у нас эту штуку, чтобы они могли выйти, ребята. И я думаю, что тут выпускать этих мобов. Они уже там дерутся между собой, ребята. Мы выпускаем. И просто, ребята, начинается очень жесткое месиво. Посмотрите, они нам никакого урона не могут нанести. А мы их как, ребята, разносим. Просто посмотрите, ребята, насколько мы крутые. Посмотрите, насколько мы больше других мобов, ребята. И вот, посмотрите, от нас стрелы отлетают. Просто мы их всех... Смотрите, как мощим. Правда, меня сейчас могут убить, но ничего, ребята. Смотрите, просто мы их разносим. Как не знаю кто. Посмотрите, ребята. Ребята, мы выстояли против целого десятка различных монстров, различных существ, зомби, скелетов и так далее. И вот, ребята, мы всех полностью победили. Все повержены, ребята. Просто посмотрите. И наш костюм, кстати, не сильно испортился. Видели, какая-то была жесткая, конечно, рубилова. Кто-то сделал такой механизм, чтобы их выпускать. Вот, ребята, и это действительно было очень-очень жестко. Я могу, кстати, выполнить за пределы этой арены. Вот, но арена такая маленькая, конечно, получилась. Но, ребята, все же и битва сама была небольшая. Поэтому для какой битвы такая и арена. Что ж, дорогие друзья, это был финальный выпуск по испытанию костюмов. В этом видео мы испытывали костюм Колосса, ребята. Это был достаточно классный костюм, но это не мой самый любимый, ребята. Пишите в комментариях, какой костюм вам больше всего понравился из этой серии видео про костюмы супергероев. Мне лично понравился больше всего костюм Флэша Человека-Муравья и Железного Чилока, ребята. Пишите в комментариях, какой костюм вам больше всего понравился. Также, ребята, ставьте лайки, набираем 300 лайков, и я продолжу рубрику супергероев, ребята. Всем удачи, всем пока, я с вами был Твикли, не прощаюсь, говорю, до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok